Ровно 20 лет назад в Ненинском округе начали курсировать речные трамвайчики Юрий Рассихин, Ясавей и Пустозерск. Несмотря на свой возраст, они продолжают пользоваться популярностью у населения. За короткую навигацию три борта перевозят до 16 тысяч пассажиров. Наша съемочная группа отправилась на берег и узнала подробнее о жизни известных теплоходов в Ненинском округе. Трудно поверить в то, что еще 20 лет назад этих судов здесь не было. Пустозерск, Юрий Рассихин, Ясавей являются уже неотъемлемой частью Наринмарского пейзажа. Ясавей и Юрий Рассихин прибыли в Наринмар еще в июне 1994 года с Гомельского судостроительного завода. Чуть позже за ними поспел Пустозерск в августе того же года. Капитан Пустозерска – старейший и самый опытный на Печоре специалист. За плечами у Федора Чернега без малого 40 лет стажа работы в порту. Из них ровно 20 лет – бессменным капитаном теплохода. По любому маршруту Федор Матвеевич смог бы пройти на своем трамвайчике с закрытыми глазами. Ответственность очень большая. Надо все время же и… Ну, уже привыкли к этой работе. Ответственность, конечно, большая, потому что все равно людей возишь, а не дрова и не картошку. В команде Пустозерска еще двое – старший механик и рулевой моторист. Такие же опытные. Впрочем, принять в свои ряды молодежь они не против. Только вот не идет никто. Мне кажется, это как раньше романтика, когда флот отошла. Раньше как-то молодежь везде, мы даже когда молодые, тоже все везде на флот интересно было. А сейчас нет, наверное. В отличие от команды теплохода, сам речной трамвайчик периодически обновляют. Так сердце корабля заменили уже несколько лет назад. Сегодня в машинном отделении новый двигатель. Более надежный и современный. Такими же оснастили и коллег Пустозерска – Ясавей и Юрия Росихина. Это требования российского речного регистра. Постоянно же какие-то требования. Сейчас поставлен ГЛОНАСС, поставлены уже радиостанции, все КВ, которые на случай бедствия связь имеют с Печеровой путь, который непосредственно нас контролирует. Ходят трамвайчики по всему Нижнепечорью. Самая дальняя и верхняя точка – Тошвиска, на границе с Республикой Коми. В этом году для пассажиров теплохода действуют специальные тарифы. За полцены добраться до города и обратно могут пенсионеры и молодежь до 23 лет. А для некоторых категорий проезд и вовсе бесплатный. От этого популярность речных трамвайчиков только выросла. В этот год бесплатно возят в магазин. Пассажиры признаются – пусть теплоходы идут медленно, но свои функции выполняют. Перевозят не только людей, но и их вещи. В зависимости от времени года бывают у судов рыбные и даже картофельные рейсы. Доставляют на трамвайчиках и медикаменты. Ведь эти, уже не молодые суда, могут выполнять рейсы даже в штормовой ветер – до 13 метров в секунду. Екатерина Гончарова, Вадим Стасюк, Телеканал Север.